еще раз скажите что вы сказали кто вы и что вы хотели я из отдела контроля качества меня зовут андрей звоню в поводу того что с вами должен был связаться менеджер подскажите пожалуйста вы с ним общались какой менеджер как зовут имя фамилия менеджера менеджер мария должна была звонить вам когда ну вот вчера звонила вчера чуть не помню никакой марии вчера по поводу регистрации я ее оставила что с этого дальше я не пойму с вами связался менеджер да я че помню кто со мной связывался вчера может давайте тогда давайте тогда я с вами пообщаюсь но мы же уже 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 общаемся ну не когда ну давайте давайте пару минут у вас есть время пошел и заявку по поводу регистрации по поводу инвестиций наверняка интересовались дохода верно конечно скажите пожалуйста со сферой знакомым да занимались возможно нет не занималась может кто-то из знакомых родственников да что ж за вопросы такие малыш давай поактивней я говорю что мне некогда чё ты размусолил на три часа чё понимаешь давай по делу чё надо я так понимаю вы сейчас на работе причем здесь на работе у меня совещание сейчас будет а подскажите в какой сфере трудитесь а тебе вот зачем это знать нос отвалится анкетирование прохожу зачем мне анкетирование зачем вы оставили заявку и что теперь и я вам звоню по поводу этой заявки и что я должна попасть в ваше анкетирование сразу да а я не хочу я набирал менеджмент так а зачем вы заявку оставляли чтобы было чтобы было да так давайте проходить анкетирование а я не хочу его проходить я же не знаю кто вы такой меня зовут андрей я предстоит а меня зовут тетя маша дальше что у вас остатка я заявлена по имени алина все верно ну хорошо верно дальше что давайте пройдем с вами анкетирование а зачем я уже ответила на вопрос зачем мне анкетирование вот скажи но вы же интересовались дополнительным заработком и что без анкетирования дополнительный заработок не будет недоступен будет доступен вам подобрали более комфортный вид деятельности если вы не знаете а что у вас есть комфортный есть не комфортный вид деятельности нет есть два разных вида деятельности хотите могу вам рассказать я же сказала что мне некогда но мы же уже сами разговариваем ну как некогда мы можем разговаривать сейчас через 10 минут придут люди и будет у меня совещание хорошо давайте тогда у нас есть два вида деятельности вам знакомо слово дивиденды конечно знакомо то есть вы имеете понимание я имею понимание матрица организации из которой ты не звонишь как называют я вам повторяю газпром инвест вы оставляли заявки где вы находитесь а мы находимся адрес мы холдинг колл-центр слушай ну ты холдинг колл-центр ты на улице сидишь наверно возле метро ну где находится по какому адресу вы хотите прийти я не понимаю для чего ты тупой мальчик я у тебя спрашиваю адрес адекватно общайтесь пожалуйста алина ну так отвечай нормально на вопрос так а вы адекватно общайтесь я буду вас вам отвечать на что дальше где находится этот центр в москве город москва адрес мне пожалуйста скажите я вас спрашиваю вы хотите прийти если я задала вопрос тебя не должно касаться что я хочу прийти не прийти мне нужно узнать вы наверно не совсем ничуть не понимаете да на трассе от речи об инвестиции что речь идет об инвестициях да ну так а зачем вам адрес я вас спрашиваю а зачем тебе анкету по поводу меня заполнять если это не помочь вам вы же я хочу вам помочь чем вы нам хотите помочь мне ваша помощь не нужна и мне ваша не нужна дальше что вы оставили заявку еще ты вы отказываетесь повторить что робот или ты человека даже не пожалуйста но вы как думаете я думаете робот с гранитурой на башке ну чё за это сознание потерял что за тишина нет алина я слушаю смотрите у нас есть адрес где сейчас ты в москве находишься я должна знать у меня должно быть понимание что это за холдинг я знаю разные бизнес-центры мне нужно не нужно понимание для чего вам адрес вы хотите прийти пообщаться я хочу просто узнать адрес приходить я не что у вас сейчас у нас есть отделение если вы хотите прийти да я хочу прийти где это отделение вы находитесь в москве да москве смотрите если вы хотите прийти в отделение сумма вашей инвестиции должна составлять более ста тысяч рублей без проблем я и хотела вложить полмиллиона 100 миллионов до не 100 миллионов а тридцать четыреста тысяч я по полмиллиона яска полмиллиона около миллионов малыш прочисти уши у тебя чего ушах банан торчат вы просто думать о чем вы говорите я сказала ладно не 100 миллионов яска полмиллиона вот у меня такая сумма инвестиций я хочу купить акции газпрома вы бы хотели заниматься дивидендным видом деятельности или вы хотите трака торговать на бирже торговать я не хотела я хотела купить акции газпрома ага на какую сумму с какой бы вам я сказала сколько акция стоит акция на данный момент стоит триста пятнадцать рублей хорошо сейчас обновляю информацию триста тринадцать ну вот я около 400 тысяч хочу потратить на нормально нормально ну я могу прийти где этот адрес конфиденциальный чё за тишина чё за тишина там эй алё алло здрасьте вас что-то со связью я вам говорю говорю разговаривать не умеешь кто тебя взял звонил к работать таким акцентом кофлятки алина о чем вы сейчас говорите не понимаю что это за говорю где ты учился в какой школе что за говорю алина это сейчас имеет конечно имеет я разговариваю с представителем газпрома алина давайте с нами попрощаемся если вас прощайте сложите трубку и до свидания если вы не умеете разговаривать алина